Вот посмотрите сюда внимательно Неспроста данный макевар имеет такую конструкцию То есть вы видите, что существует зазор, да? Между пайком, та часть, на которой сам удар наносится И вот эта часть от боли называется Зазор где-то около 18 сантиметров От 15 до 20 сантиметров Что это за расстояние? Представьте, что это стоит человек Вот я стою Видите? Я человек не худенький Он от передней брюшной стенки И до спины, да? Как раз вот это расстояние У меня больше Если я стану чуть дальше Вы посмотрите от передней брюшной стенки И до органов до внутренних, да? Которые вот, где у меня майка меняется с белого на серый И это в этом месте происходит Видите, какое расстояние? Вот это делается для того, чтобы Баёк Можно было его ударить так, чтобы Отклонился Отклонился максимально далеко То есть вы его занесли туда И попали ни по передней брюшной стенке Ни щелкнули после кулака Чтоб на кузе был синер А пробили глубоко Чтоб кулак пробил органы внутренние То есть он достал далеко Вот Это Выполняется Такая техника Именно при постановке Мощного Синероприема То есть пробиваете Вакива на спать Для набивки же Такая конструкция Вовсе не нужна Вполне достаточно Такой конструкции При которой имеется Просто Пружинищая доска Иногда она бывает Почти не пружинищая То есть это вообще Конкретно Стол или дерево На которое там что-то Намотались Чуть-чуть Чтоб не повредить Отвертый кулак Но всегда желательно Чтобы Хотя бы Молейшее какое-то Колебание было И что происходит Вы не говорите Мы ставим удар На самом деле Они бьют Чтобы Что бы то ни было Занести И пронести Свою концентрацию Кутина На протяжении Вот этих Нужных 15-20 сантиметров Нельзя Если не понимаешь Как работать Это столб и дерево Ты не занесешь туда За кулак Почему? Потому что Замок конструкции Макевары такой Не позволяет Я имею ввиду Конструкции Дерево Или столба Они позволяют Завести прием Настолько мощный Если же это просто доска То вот это вот Отклонение Оно вообще Неконтролируемое То есть Непонятно А сколь далеко Она Отгибается Доска Ну и разумеется Не каждая доска Подойдет То есть Он ему Если вообще Секундкунуть И туда Пронести Она обломится В месте крепления То есть Далеко не всегда Подойдет Ну а тем не менее Доска пружинища Подходит лучше Чем если это просто столб Так как надо Удары по пружинищу По доске При набивании Я не хочу сказать Что это неправильно Абсолютно правильно Для набивки Именно такая работа Не нужна При набивке Точка киме То есть Точка максимальной Концентрации силы Находится Не за пределами доски А почти на поверхности То есть Практически На поверхности По которой Мы наносим сам удар То есть Как это выглядит Мы не просаживаем туда Не пытаемся Туда Прогнуть Да А наносим удар Практически По поверхности Концентрируя Силу В толще Самой доски По которой Наносим удар То есть Струглить так примерно Можно концентрироваться Вообще на поверхности С доска Вообще жесткая Удары на самом деле Я наношу И слабо сейчас А очень сильно Почему не гнется доска Потому что я не ставлю Устрелю себе Туда пронести И На кулаке Я сейчас ощущаю Самую непосредственную работу То есть Происходит Хорошая напитка Сыгьян Ощущается очень хорошо Черт и конкретно Почему тут происходит Ну потому что Выброс максимальной силы Все таки Осуществляется Я же руку Свою не сдержу Я просто Концентрирую силу Не задаст А На них Вот и все И поэтому Если так ударить по телу Противник Ему будет больно Но это будет прижигающий удар То есть Это будет на обходе синяк Если человек очень тощий То ему таким ударом Можно Отбить ребро Но даже не сломать В челюсть Удар до конца Чистую может оказаться Достаточно Потому что голову Достаточно задвинуть Наверное миллиметр Чтоб стрясение произошло И чтоб человек потерял сознание А вот по телу Такой удар Удар уже не годится Совершенно То есть Это слабо Это можно только так Ударить Сильно Простить того Кто к такому удару не готов Вообще не умеет Ни держать удары Ничего То есть вообще не сталкиваться И тот который тощий Такой Убитый Удар весь У него рассеется По подкожной Пленчатке И ничего не произойдет На мешке Если происходит работа Не пытаются пробивать мешок Тоже Хорошая постановочная техника Тоже Объективно Померить Отклонение Это нельзя Но я еще раз говорю Для набивки Это самая трудная То есть Уходим Концентрируем То есть Это все на поверхности На поверхности Удар туда не залетает А вот теперь смотрите Представьте такой момент Что вот Эта доска По которой он удар наносит Это не доска По которой он удар наносит А это вот эта резинка И это на самом деле резинка Это Как это называется Микрофора Достаточно мягкая Сам сантиметр толщины Чтобы можно было работать Без перчаток Я решила Что Вот Эта доска Это просто Микрофора А вот Это Пружинищая доска Вот Она Всяка Микрофора А вот Эта доска Это Сам Марион И что же получается Что Это пространство Это пространство Пружины То есть Амортизирующее пространство На которое Сусловно Заминается Вот Эта Микрофора То есть Проминаем Туда Это мы как будто Проминаем эту Микрофору На бойке То есть У вас Ударяемая поверхность На самом деле На самом деле Находится вот здесь Удар мы наносим По отбойнику То есть Сюда А баёк Ну на самом деле Нам просто Мешает Он оказывается Противорением Это аналог того Что вот Стоит человек Да Вы ему Впереднюю плечную стенку Наносите А у него Здесь Подкожные жировые плеча Мышечная ткань Соединительная ткань И Всякое прочее Но там больше как Нет ничего Но тем не менее И вам эти ткани Нужно пробить Для того Чтобы достать Давно-треход Чтобы удар Не рассеялся В мышцах И В подкожной клетчатке Жировой А чтобы он Достиг непосредственно Цели Чтобы вызвать Рестеральную боль Чтобы противник Был Ну поверх Чтобы душа Вы продолжать не мог И получается Что вот это вот Само баёк Это не то Это Не Наши мишени Это вообще Транцит Такая вещь То есть То сопротивление Которое должно Говорить Транцит Минуя Абсолютно Минуя То есть Кому-то его нет Он есть Он мешает нам Достать Камушка Камушка Когда мы добиваем Происходит удар То есть В боём Достаёт До Отбойника И только тогда Происходит Жёсткая концентрация Остановка приёма Бабамс Вот и здесь Происходит точка кино И Тогда и набивка Происходит На этой поверхности И Ударом Тренируем До Продникающего Способности Чем ещё Хорошо В таком ключе Работа Тем что Удар имеет силу На всём протяжении То есть Не влетая Другая расслабленно От сам конца Роется Получается Какой-то Щелчок И удар Например Это Хорошо Как по голове А удары Наполнены До момента Касания И До точки Киме Причём Это сопротивление Чем Доска Больше Нарастает Это сопротивление То есть Когда Вы пробиваете И Причём Надо Ставить Надолеть Причём Надолеть Его Надо Не толчку Иначе Вы Оттолкнёте Противника Если Не было Накиваться Противника Ставлю Ударить Настолько Резко Достаточно Сильный И резко Чтобы Инертность Того Предмета Вы Упал В данном случае Это Макивар В данном случае Она На 100% А Такого Накивар Чтобы Он Не упал А Вы Пробили От Передести Тише Важно И до конца Спины Такая Накивар Это Мерится Тем Что Вы Услышите Удар Бойка А заднюю Систем Вы Дожмете Силы Немеренные И так Дожмете Делаться Ногами Ну Да Как такового Не будет Потому что Это Дожим А вот Когда Произойдет Звук 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 Понятно Что Боёк Ударил Силу То есть Бойком Произошел удар сюда Реально Это Кулаком С такой же силой Произошел удар Если бы не было бойка Сколько бы дошло С какой силой Боёк ударился Обобойник С какой силой И ударился Остаточная Конечная Сила В вашей руке Такая С какой отбойник Боёк 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 Вот такая Так это Она уже погашенная Сопротивлением Бойка Вот Эта сила Она является Рабочей Именно она И разрушает А вот Та что ушла На преодоление Сопротивления Это сила Не рабочая Она Вспомогательная Она позволяет Преодолеть То сопротивление Которое Мешает Нам достичь Цели Внутренних Вортуг Вот такие Постановочная Техника Она Делается Несколько по другому Чем Она Несколько по другому И Это надо Понимать О том как это сделать Я буду рассказывать Отдельно Просто хочу Чтобы вы Очень четко И конкретно понимали Что дифференцировать Эти два вида работы Надо Очень строго И очень четко То есть Режиме При напивке Отклонение доски Может быть минимальным Удар Сконцентрируется Сбрасывается Так сказать В поверхность Ударяемый Или чуть-чуть за нее Больше не надо Тогда происходит хорошая Напивка На самом деле Это Совершенно понятно Я приведу пример Скамешевали Если Человек Ломает Кирпич Сконцентрируется На поверхности Кирпича Он может отбить Рокуси просто капиталь А кирпичу Ничего не будет Если же он Пронесет Насквозь То есть Будет концентрироваться Не на поверхности кирпича А за пределами То он просто транзитно Принесечет кирпич Он даже руку Не ушибет Но и набивка При таком раскладе Если она минимальная Есть Она дальше Совершенствоваться Не будет А вот Когда мы Концентрируемся На поверхности Мы постоянно Получаем Обратный Удар Из-за концентрации От макевары В кулак И это Заставляет Трансформироваться И кожу Подкожную Причатку Суставы И костную ткань Там костные галки Перестраиваются С югной ткани Больше появляются Суставные сумки Вот Кошку уберете Это Именно происходит Набивка Если же Ставить удар на макеваре Кулаки Почти не изменится Ставить именно Пробивной Потому что Кулак проходя транзитом Через боев Он в него фактически Не ушибается Происходят укрепления Конечно Происловно Она Имеется Перестроенная Костная ткань И всего Она происходит Мягкая Она разворазумная Я на самом деле Я являюсь сторонником Именно такого подхода То есть Руки не елутся Какими-нибудь Уродами Страшно Я руками Спокойно Крепичил Я не скажу Что Есть Мозоли Легкие Но они не страшные А были Когда-то Очень ужасные Когда я занимался Набивкой Пристучал По стене Сейчас Сбрасывал В стену Она набивается Но это Не то что Вот Это Набивка При постановке Мы Отклоняем Как можно дальше Боев Ну и как можно дальше Не имеет смысла Пролететь Туда Пробить Так далеко Чтобы просто Макивару загнуть А чтобы она Ломалась От Ну так Изгиба Во-первых Это нереально Вы Противника Так Руку далеко Не засунете Вот Дальше Просто За какие-нибудь Пределы У этих Двадцати сантиметров Уже поедет Просто толчок Так Сопротивление Ткани С которой Вы Продолеваете Прожимы В лакомах Но Она растет Настолько Сильно Что Погасит Полностью Скорость И Дальше Толчок Это уже Несколько Не то что Нужно Вот Поэтому Дягом Пятнадцать Двадцать Сантиметров На начальном этапе Даже Пятнадцать Сантиметров Лучше всего Вот Основные Моменты На которых Я хотел Сконцентрироваться Объясняем Какие типы работают Существуют Науки Спасибо 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 Спасибо